Мы находимся в Казахстане на международном фокусе в Дании в этом году. И тема креативной экономики и креативной экономики достаточно новая. Процент, в принципе, начинает получать узнаваемость только последние 3-4 года. И наша задача здесь, как говорится, сделать такой фокус на внимание общественности, молодежи и на том, чтобы мы могли подумать о своем творческом потенциале, компетенции и какие-то бизнес-модели, которые они могли бы сделать, без которых могли бы сделать крутые стандарты глобальные. И первая сессия прошла позавчера, это была модельная дискуссия, где мы обсуждали все детали, особенности, что штаб были очень интересные цифры. Наши спикеры были, Раушман Саркеева, Даньяна Мадареев, наши отбросители из Казахстана, из Казахстана, Галина Андреевская. Они, как говорили, с хорошим данным, тут Северопаркосов, технологий алтолик дал какие-то цифры данные. И если вас это интересует или вы не видели, вы можете на нашей странице на YouTube или на Facebook посмотреть. И дополнительно, мы произвели самую тему, я надеюсь, замка в кактусе, где можно текст почитать. Сегодня, для того, чтобы больше углубиться в эту тему и рассказать больше, мы попросили Даньяна рассказать про креативные стартапы, что это, как это, и как сделать такие крутые и креативные стартапы из Казахстана. Ориентированный момент. Пахлопайте. Спасибо. Добрый день. У меня два проверочных вопроса. Кто знает, что Роллбулу делает? Кто слышал про Роллбулу делает? А кто знает, что Роллбул делает? Понимает, в чем заключается здесь. Кто читает Материграм? Кто читает Материграм? Окей. В общем, подписывайтесь. Еще раз. Ну, вы поняли, где подписаться. Просто потому что я на свой Телеграм завел для того, чтобы рассказывать про everyday routine, когда вы работаете в стартапе. Это очень интересно, это очень классно, это совсем не так, как мы часто представляем, когда стартап это смуси, красивые, интересные разговоры, конференции, скайп-корки, там какие-то питчинги и так далее, и так далее. Там очень много грязной работы и встречи, 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 идеи, как это рождается, обломы какие-то. И мне кажется, будет хорошо, если люди будут больше видеть вот этой инсайдерской информацией. Потому что обычно мы читаем книги про людей, у которых уже получилось, и мы никогда не читаем книги про людей, у которых не получилось. То есть мы только узнаем про ту часть истории, которая саксается. И это создает искаженное представление. Есть такой парадокс, называется, по-моему, survival paradox. Survival paradox. Когда, вот уйти, интересно, во время Второй мировой войны британские самолеты вылетали, воевали там с фашистами в воздухе, потом возвращались назад, и ученые изучали самолеты эти, чтобы понять, где укрепить, где брони добавить и так далее. И они все время добавляли, добавляли брони в тех местах, в которых было много пробоин. Но самолеты продолжали погибать вдвоем. Потом до них дошло, что неправильно анализировать эти самолеты, потому что эти самолеты хоть их и пробили, там прострелили, крылья, хвост и так далее, тем не менее они долетели. Это значит, что это не критично. А наоборот, не долетели те, кого пробили в других местах. И они поняли, что это неправильный способ. И мы тоже очень часто, когда мы слышим все время success story, success story, у нас складывается впечатление, что стартап это легко. Нашел, зашел, получил инвестиции, стартанул, сразу пошли продажи и так далее, и так далее. Из-за этого люди очень легко рискуют, входя в стартап. И я бы хотел, чтобы мы поговорили сегодня больше о том, как делать стартап наиболее рациональным способом. Что такое стартап? Как вы понимаете? Это новый бизнес, начало нового бизнеса, предпринимательское инновации. Хорошо. Еще? Еще? Версии? Решение какой-то проблемы. Да, решение общественных проблем. Окей. Еще? Бизнес в порядке. Хорошо. Еще? На начальном уровне. Бизнес на этапе Бриона. На начальном уровне. Ну как? На уровне Эбриона. Да, на этапе Эбриона. Бизнес на уровне, на этапе Эбриона. Хорошо. Еще? Способ проверки идеи с важной властью, может деприрование. Тем ниже. Это больно. Окей. Хорошо. Чем отличается стартап от обычного бизнеса? Ну, например, шаурма на базаре, это стартап или нет? Нет. Если вы ее открыли вчера, это стартап или нет? Это бизнес в зачаточном состоянии. Это стартап или нет? Нет. Стартап подразумевает инновации. Потому что стартап должен быть технологичным. Стартап должен быть технологичным. Во всем мире. Я не утверждаю, я не имею правильного ответа. Окей. Зависит от, да? Значит, правильный ответ – это зависит от. Может быть, это какого-нибудь универсального, уникального опыта. Да, уникальность. Уникального опыта. Уникального опыта. Хорошо. Окей. Значит, шаурма на базаре может оказаться стартапом, если у нее есть какая-то уникальная, крутая идея. Очень часто это идея технологическая. Например, какой стартап в Кыргызстане вы знаете, не обязательно гравийский, у которых сфере еды, но технологичной. Было тейсти. В чем технологичность? Ну, не то же технологичность, у них было похоже на Subway, который в Штатах. То есть у них были свои, у них паркетные были хорошие. Можно этот кофей другого назвать, вот такие на улице открываются, такие тоже. Есть очень интересный кейс. Очень-очень интересный кейс. Фреско. 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 Один сфер. Фреско может быть, да. Еще? Намбофуд. Да, намбофуд. Окей. Еще? Окей. Намбофуд. Ну, это не в сфере еды, я вот и в сфере питания. Я думаю, что самое интересное в сфере питания стартап это Додо пицца, потому что в принципе это такое пиццерия, но основа продукта это технология. То есть Додо пицца там, да, я сейчас буду в образе стартапера попивать, ну и все, и просто головного зрения. Додо пицца вы заказываете на сайте, потом вы можете видеть, как конкретно мастер идет, как бы крутит это тесто, потом нападает на него продукты. Вы можете каждый момент времени отслеживать, на каком этапе находится ваша пицца. Вот, как бы вроде бы пицца, куда примитивнее продукты. Пицца это один из самых распространенных продуктов мира. Но Додо пицца придумали, как его технологизировать. Додо пицца получается не потому, что невкусная пицца, это спорно, да, вкусно-невкусно. А получается глобально по всему, ну очень быстро развивается именно потому, что там заложены технологии основе и инновации. Значит Додо это стартап. Окей, хорошо. Значит мы все-таки определили с вами, что не любой запускающийся бизнес это стартап. Стартап это обязательно инновация, уникальный продукт. Зачем выделять те новые бизнесы, у которых есть инновация и этот новый продукт? Почему их называют отдельным словом? Потому что очень важная идея. Большие риски можно? Нет, не больше. Нужно анализировать. Потому что большие риски. Ну честно говоря, с любым бизнесом большие риски. Выделяются за потенциалами. За потенциалами. Они отличаются очень сильно. У них что-то с удовольствием было. И есть... Да, вот эта новизна почему и имеет значение. Они меняют рынок, меняют систему. И они не могут быть ниже. Обновления не всегда, а в мире есть. По очень простой причине. Потому что, если я этому верю, нравится стоимость компании. Только у стартапов есть шанс стать вот такой. Как стоит? А обычный бизнес он вот такой. Более ли не... Вот, нет, в случае. Обычный бизнес вот такой. Хороший, успешный бизнес вот такой. Стартап вот такой. Обычный стартап вот такой. Да? Но хороший, правильный стартап он вот такой. И в этом смысл стартапа. В том, что когда вы делаете инвестиционный бизнес, вы гораздо меньше рискуете. Вы гораздо меньше рискуете. У вас вот этот угол маленький. А когда вы делаете стартап, вы рискуете гораздо больше. Угол гораздо больше. Вероятность провала гораздо выше. Но если вы выигрываете, то выигрываете сразу много. Классический кейс, когда риск выше, но и, возможно, выигрыш гораздо выше. Выигрыш в стартапе предугадать невозможно. У нас для стартапа невозможно составить бизнес-план. Ну и, честно говоря, для всего остального тоже бизнес-планы уже в мире не составляются. Но они составляются у нас в банках, в ДГМУ, в РСУ. Везде обучают составление бизнес-планов. Бизнес-планов уже в прошлом. Итак, мы определили все, что такое стартапы. Нужны ли нам стартапы? Кто был позавчера? Поделите руки. Окей, хорошо. Нужно ли нам стартапы? Да. Зачем? Чтобы развиваться. Экологически, да? Окей. Почему в основном не развиваться без стопата? Ну, потому что это всегда что-то многое. Тяжело? Тяжело? Тяжело. 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 Тяжело? Я не знаю, что это вот резкий пандюр, но хорошо, так как вы сами есть какие-то стартапы. Старается липановое колено. То есть те организации, которые выделяются, то есть на них можно заниматься, и можно больше уверенности в том, что можно создавать стартапы, которые не готовы большим эффектом. Хорошо. Еще очень маленький рынок, и мало возможностей для классического бизнеса расти, но стартап может быть привело в свои другие страны. Яркий пример, просто как в Беларуси Wargaming, у него доходы больше, чем у беларуского государства. Больше, чем у танчики WorldGardance видели. И много других игр, которые были придуманы в Беларуси. Или приложение Mascarat, в котором все побабывались. Умом все писали, да? Бабывались. Я не вижу Mascarat. Видели, да, это приложение? Да, но по-моему Маскарада мой день уже не особо платился. Ну, то есть купил бы он. Купил бы он за 4 или за 6 миллиардов. А? За сколько? 7 миллиардов. Была-была-была-была. 4 или 6 миллиардов? Очень-очень было. Миллиардов. А, не стакан. 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 Ну, в инстакан они давно покупали. Да. Тогда цены были другие, цены подрывают. Сейчас эти новые... Ну, ватсап купили за сколько? За 16? 10 или в Маскарад? За 16. Ну, окей. Короче. Маскарад быстрый, очень интересно, быстрый. Кстати, Маскарад, насколько я понимаю, появился. В результате одного из них нет. Да. Какой-то Афаконон. Да. Какой-то Афаконон. Нет, нам не будет стартапов, а организмана не будет. В моём понимании и так. Мы сейчас в поиске себя и самой идентичности. Вот кто мы делаем? Давайте посмотрим на себя. Мы никто. Ну, во-первых, мы не существуем. Мы будет дистантем. Нас никто не знает. Но, допустим, кто-то о нас слышал. Что она не знает о нас? Вы же общаетесь, инстант danse? Да. Тогда обзор, мешал. Ракетнаппинг. Ракетнаппинг. Да, праздная. Надо его почтагировать. В Москве сгибают людей, в Завальниках. В России, оказывается, очень заняты за нашими бойцами. Дома, дома. Вообще, самый крутой крымстанец, который известен во всем мире, это кто? Валентин Шевченко. Живот. Женщина-боец. Правда же? Кто сейчас священник? Может, на грозный сад. Только может по калькулировать. Валентин, вообще, в черепах. Есть над этим продоксом. Что еще о нас в мире думают? Там карбол, горы. Мы про себя думаем, что у нас на мыс, монаст, очень старая нация, которая должно существовать. Ошиб 3000 лет. Вы самый свободный народ. Демократик, и так далее. Для них, мы просто еще и продолжаем. Которые просят гранты, кредиты. Все время на коленях. И наши крестьянки хвастаются, что им прощают долг. Если вы вот этим задумывались, кому прощают долг? Вот как можно прощать долг? Прощают долг? Прощают тому, да? Кому уже ничего хорошего людям не ждут вообще. Вот каким нужно быть человеком, к тебе прощают долг? Просто так же. Не просто так прощают. Не просто так прощают. Но наши крестьянки гордятся. Когда президент наш приезжает и говорит, Россия списала 300 миллионов, это хорошая новость. Это относится к крутой новости. Разве нет? Или когда ее идут в Китае и говорят, нам дадут грант. Это же классная новость, да? То есть это... Если представить себе папу, который приходит домой, и кастается такими-то детьми, то, наверное, эти дети тоже будут волгышами. Поэтому мне кажется, что нам нужны продукты, которые готовы собрать на морочной медицине, идентифицировать. Которые будут продаваться за рубеж и будут конкурентоспособны за рубежом. Давайте вдумаемся, какие теоретические продукты могут оказаться, крыльские, существующие, конкурентоспособны за рубежом. Шора, уже не получилось. Куликовский. Уже не получилось. Куликовский это очень классный кейс. Очень люблю. Уважаю. Очень масштабируется. У них есть предел роста. Но если вы с Денисом общаетесь, у него есть принцип. Из-за какого принципа Куликовского он не масштабируется на весь день? Потому что они устойчивые продукты. Да, они хотят производить продукты. Вот только здесь. Они говорят, вода, коровы в Брагастан. Все. Больше нигде они не хотят производить. Они не хотят открывать завод. Но в Казахстане или в Брагастане ты понимаешь, что физический предел есть? Он говорит, я очень хорошо понимаю. У Тумар? Он масштабируется? Нет. А где закраничили? У Тумара 50% закручки из города. Это факт. Но Тумар может стать крутыми национальным продуктом, которые надо обеспечивать по типу. 5%? Да. 5%? А здесь 2. 5%? Давайте вот прикинем. Придумается продукт, который будет приносить нам, ну, соответственно, в наших условиях, сколько это было? 400-350 миллионов долларов, да? Какой продукт Казахстану может через 10 лет, ладно, через 5 лет приносить 350 миллионов долларов? Это вода. А идти только один. Это теоретический топ. Интеллектуальный топ. Вода? Да. Окей. Окей. Но почему-то у нас в Кыргызстане продается Несле вода, да? А во Франции не продается Кыргызская вода. Можно? Мы, на самом деле, очень сильно переоцениваем эту воду. Ну, можно, наверное. Туризм? Туризм? Туризм. Туризм? Да. Ну, туризм как бы уже есть. Я работал в туризме 12 лет. И я очень уверенно могу сказать, Туризм такой отраслью, Кочуровой, которая станет основной для страны, и она не станет. Нету опыта на залах, как встанет. И в том числе по причинам безопасности. Мы слышали две недели назад о событиях, которые все изменят. Убийство четырех иностранцев. Шестом-то убийство. Это волна, которая очень сильно будет взяли. И это такое происходение. Нам это уж не нравится. У нас взорвался, вот помните, смертник перед китайскими правилпосольствами. Все. Сейчас у всех, кто получает китайский убийство, гинанские проблемы. Китайцы сюда ехать, боятся. Ну и так далее, и так далее. Эти события, они будут нас убивать передачи. Какой продукт может принести 350 миллионов рублей? IT. IT. Еще раз? Испутство, ладно. Да, ARL. Хорошо. Еще? Скиллы. Скиллы. Потому что мы самые умные в мире. Кино. 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 Хорошо. Вот новый шеф, он приехал. Он приехал из Ерии. Оказывается, вы знаете, что есть в Галибуд? А есть в Индии Балибуд. А теперь, оказывается, в Балтеке тоже есть. Он называется? Ноллибуд. Ноллибуд. Потому что их не Ерина. Прикол, да? Ноллибуд. И он говорит, что Казахстан тоже может стать ноллибудом. Поллибуд. Да, да. Но это, в принципе, круто. Понятно. Понятно, что кино поднимается гораздо в последующиеся серии. Есть хороший пример Якутия. Где населения в несколько раз меньше. Ну, там такое очень самое крупное кино. И вот я разговаривал с режиссером, который... Фильм которого был иноминирован у нас вот в полусах. Круто. Вообще, азиатское кино на приеме. У нас есть соотечественница, Осия Лишиньязова, которая является основателем и директором самого крутого азиатского кинофестиваля в мире. В мире. Когда этот фестиваль идет в октябре, он узнает 1,5 метра. Да, 2,5 метра. Вот, я думаю, мы снова какая-то крылья снарка. А hend-made products? Хорошо, сможем ли мы hend-made сделать 250? Мне кажется, что вы здесь сделаете шерпл, а вы в намного флотшапа. И это опять же такие структуры, это очень сложно. Еще сколько воруженого издевителя будет, крылья и всякие... То есть вы всеinas мудросят. Еще? Вот здесь есть несколько. Хорошо, еще идеи давайте. Что можно еще делать? Кинематограф, IT, скиллы, образование, да? Да, образование. Ну, допустим, аутсадов. Например, медицинское образование наше. И в Ашрике, в Бешкейке качали. Четыре тысячи профессионалов учатся только на медицинском языке. Это, на самом деле, какой-то стандарт. Это не считая деньги, которые они тратят в стране. Алиэллеты, проживание, еда и т.д. и т.д. и т.д. То есть, это волосстальные эффекты экономики. Ну, может быть, сто миллионов. Если 15 миллионов, сколько обучений? Да, вот. Образование тоже может быть. Еще что? Давайте в музей. Вы глава вечерного фонда, у которого миллиард долларов. Вам нужно находить отрасль или создавать отрасль. Человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы. Экспорт. Ускоренный экспорт. Экраны. Упакованные. Упакованные, с самолетами. Как китайские. Как это. Безмонитные поставки, бесперебойные. А что, на базах, кстати, у нас? Давайте рожать сразу, готовыми, знаете, как стартов. Окей, короче, стартапы нам нужны. Какие технологические стартапы в Кыргызстане вы знаете? Связанность и демонтирование. Название. Вау! Что? Название. Название, да. Окей. Его продали в Кыргызстане, кстати говоря. И какой-то александр. Чего? Не напоминать. Еще? Но в производстве. Наводок, да. Но в us-е в этом продукт. И на нобоку и на Ботакси. И сам на сайте на нобоку. В чем инновация на Ботакси? В чем стартапность на Ботакси? Приложение. Вдолжение. В обычном статусе. Да, почему на Ботакси выживает, хотя появился явный статус? Потому что раньше появился. Что? Корпоративно? Нет, это что? Что? Корпоративно? Нет, это что? Когда нам-то поняли, что они начали строить машины Это же классная инновация Это же очень классный продукт На самом деле, это компания которая сдает автомобили в аренду А не компания, которая просто обслуживает вас в качестве такси Что они обслуживают вас в качестве такси Это один слой То есть можно поучиться тому, что Классные стартапы получаются Когда есть много слоев Есть идея поверхности Есть идея подней Есть третья источник дохода внутри Более сложная бизнес-модель Когда модель очень простая Это значит, что ее уже кто-то делает То есть очень легко Просто диспетчерскую службу построить Я не знаю, сколько сейчас Но несколько лет назад Было 32 такси-компании Понимаешь? Наверное, сплатывается больше Наверное Сейчас их гораздо больше Но и это стало очень легко Соответственно, доходность падает Потому что, вы же видите, теперь уже появилась 35 сон Я уверен, скоро будет еще бесплатная посадка Просто потому что Конкуренция купает на основе цена образования Напа вышла из этого Она создала свой собственный долгой агент И у нее пока все очень круто получается И она меняет рынок Вот это и есть стартап То есть, нам бы такси в тот момент Когда они уже были на грани Исчерпания предыдущих бизнес-моделей Они придумали новые бизнес-модели Поэтому начался новый виток Теперь это совершенно другая компания С тем же названием Еще? Еще технологические стартапы Мобильные кошельки Ну, Эльцом, да Это под вопросом Насколько Эльцом до сих пор стартап Но мобильник, например, это стартап Они продали В одном году Они продали контрольный пакет И очень успешно продали Хорошо заработали и так далее Вот мобильник, кстати говоря Было бы классно Здесь, наверное, этот кейс вытащить где-нибудь И осветить, да? Потому что там реально лезть Так он еще в Турцию попал, да? Да, вот Это экзит Это прям хороший кейс Эльцом экзит Первый был плавил тронит Который такую же систему здесь делал А потом в Казахстане же Они монтажировали И потом дальше пошло В Северную Африку пошли Так что второй Платежный секс Вот там Что есть? Что сказано? Чо? 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 В Кырместане Волохо Супер пластный кейс Очень правильно сделан Вы знаете, что Волохо стартовался в 10 странах Да И как они приняли решение В каких странах остаться в Легене? Вы знаете про это что? Они у нас Волохо Волохо с ними Они рассказывали о том, как они делали Очень простые Да На ВИК сколько все провели Очень сильно Да Как Сколько времени заняло у них решение Оставаться на Винке или нет? Три дня Три дня За три дня они решили в Афганистане не открываться В Непале не открываться В Египте не открываться И так далее и так далее Потому что за три дня Интенсивная реклама Они поняли Просмотрели все свои метры И поняли, что в странах типа Кыргызстана После того, как реклама выходит В течении пяти минут Заходят на сайт Их в пять раза больше Чем вот в этих других странах А сначала они взяли, сели Сделали таблицу огромную Всего мира Интернет-минетрейшн Там, наличие конкурентов в стране И так далее и так далее И поняли, какие ниши являются Ну, какие страны являются интересными Выбрали 10 стран Поехали Создали один типовой сайт Запустили в каждой из этих десяти стран И за тремя Решили в этих странах Остануться определенные И все у них очень классно И все у них очень классно идет Два года назад В Абхо пришли к нам В Абхоуз Занимали два рабочих места Сейчас взяли офис Где у них 30 человек Ну, это все на моих глазах происходило Видел, как в Абхоуз здесь Сразу скучивался Как они искали монетизацию Как у них там все это начиналось Все очень круто работает В Абхоуз очень классный кейс Дабл кейс Да Да Дубль кейсов в России Да Дубль кейсов в России Знаете, да Будет этот стартап Из Новосибирска Из России Да, из Новосибирска Новосибирска Академия городов Там все такое Очень классный Стартап Очень успешный Со своей странной Бизнес-моделью Открывают офис Вы знаете, у меня впечатление Огромный офис Они ходят Звонят Там Ищут Отмечают все эти ремонты И так далее Люди ногами работают Это не как Google Maps Который просто снял со спутника И рисовал Иисус Тоже искусственный институт И рисовал Сильный палец Другой диск А этот у Телега с Телегом? Какой? Нет, какой есть стартап? Который, если ты там заводный, теперь открылся. Люка, да? Нома, рентхаус. Ну, может быть. По крайней мере, эта стартап-идея, насколько она развернется в сами стартапы, посмотрим. Еще? Грустно, да, что вы? На самом деле, есть другие стартапы, но мы ведь ничего не знаем, потому что технологические стартапы, они не видят Казахстан в качестве рынка. Они продают свои услуги за рубежом. Вот мы в прошлый раз приводили пример. makevizof.com Сайт 20 миллионов растителей в месяц. И создан кыргызстанцем, который живет и работает в Казахстане. Сайт с технологическими новостями входит в 20-м времени. Самопрощаемый сайт с технологическими новостями. Вот, еще? Светофор. Светофор. Я лично помню, как здесь начинал. Она только беспокоилась. Ну, я понимаю, что светофор во сколько раз больше, чем во второй рынке? Чем во второй рынке? В магазине. Нет, во сколько раз больше, чем во второй рынке? Водильный. Смотрите, сколько произведений. Вообще есть. Я вот этот... Я не помню, что название магазина. Водильный. Нет, их много. Они открываются и закрываются. Но никто не выходит на уровень типа стабильности такого. Водильный. Ежегодно отправится в 40 интернет-магазинов. В Кыргызстане. В Кыргызстане 40. В год. И закрывается где-то, наверное, на 35. В чем, что интересно, доставили за нескольких за час. Ну, не значит, очень холодные ребята. Да. А кубаки есть. Нет. Ну, там мало. Да. Окей. Еще. Еще. Идеи. Технологические стартапы. В блокчейн-консалтуре. В блокчейн-консалтуре. Что это? Это компания, которая помогает людям покупать, которые делают и стартапы. Стартапность в чем? Стартапность в том, что... Ну, инновация в том, что... Потому что криптовалюты на свой день берут сон и доводами. А инновация в чем? В чем стартапность? То есть, в чем может обидеть? Ну, и когда вы занимаетесь консалтингом, очень мало консалтингом в компании в мире становится большими международными. Потому что консалтинг – это очень индивидуальная работа. И она как бы не может выяснить, как правило. Потому что она упирается в физический ресурс 24 часа в суток. Сьерра считаете? The Office. А вот Супарар, они на сайте выходят Супарар и пацанами какие-то шоколадки. Ну, да. Очень крутой продукт. Здесь технологичный. Уже в центре Супарарка? Да. Ну, это не технологичный. Ну, может быть, стартап. Что вы хотите? Сьерра? Сьерра, да. Наверное. Сьерры очень интересно встретиться. Они сейчас масштабируются в разных странах. Китая, в том числе. Сьерры, мониторы, которые мы называем? Сьерры, мониторы, да. Тоже наши резиденты. Ну, они привозят в рубежа, вот, где стоят. И еще, ну, они много где сейчас стоят. Очень важно. Окей. Ну, я вас как бы специально научусь, чтобы вы дальше, когда вы увидите или услышите какие-то новости о каких-то бизнесах, задумываться, это стартап или нет. И вот эта тренировка, она очень интересная, потому что потом вы начинаете смотреть на любой бизнес. И придумать, как этот же бизнес сделать инновационным. Такие кейсы разные, очень есть. Вот сидит человек, Мурслан, с малым амбардом, с очень интересной инновационной бизнес-моделью. Очень хорошо стандируется, очень быстро развивается, зарабатывает и все такое прочее. Вот. Мы обсуждали в прошлый раз наших ютюберов, да. Эта компания, есть фурман Джудошка, который первым получил золотую току у ютюба. Но это значит, что у него миллион подписчиков. На одном из его каналов, то есть у него много каналов разных, на одном из каналов у него миллион подписчиков. И он, я его лучше узнаю и помню, он у нас сидел тоже в главном круге. И они снимают какие-то дурацкие бутики. Абсолютно дурацкие. Ты смотришь на них и думаешь, я ни за что не буду это смотреть. И детям нравится. Детям нравится. Наверное, потому что ориентированы на 5-6 лет. Да. Ну и причем не на кредитскую аудиторию, а на американскую. И очень-очень простые бутики, там, ничего сложного, знаете, да. 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 Потому что дети подписываются на все когда-то. Я смогу на своей игре ужасить. И у него миллиард просмотров и больше. А на ютубе больше миллиона просмотров вы уже можете нормально зарабатывать. Ну, если у вас ваше видео. А в Кыргызстане монетизация есть в ютубе? А зачем вам в Кыргызстане материалы? В Кыргызстане надо снимать, потому что дешевле. А показывать там, где зарабатываешь можно. И тогда это классный бизнес. Вот. И таких ютуберов сколько сейчас? Три? Четыре? Четыре? Какие лет? Интересно. Они растут. Человек. Ну, три сейчас, но еще шесть миллиардов. Шесть. Хорошо. Ну, можно ли считать это масштабированием просто увеличения аудитории? Или это просто манистреминг? Хороший вопрос. Можно считать это стартапом или нет? Конечно. Почему? Какие признаки стартапа? Матрика. Матрика. Подожди, подожди. Матрика. Ну, для меня стартап. Спорить можно, но для меня это стартап. Потому что там есть все признаки. Они создают организацию. Они развиваются. Они зарабатывают. Они зарабатывают. У них есть продукт, который постоянно масштабируется. Ну и так далее. Я не вижу большего момента. Какие технологические стартапы узнают? Какие технологические стартапы узнают? Правильно. Еще? Вот. Пите закончились. Пите закончились. Улюбовник конечно. Еще? Кстати, вот здесь еще надо было технологические, не технологические. Роуд-экспорер. У нас это туристический стартап, но он на технологической основе. И они сейчас работают в нескольких странах. Мы начали опять эти здания. Сейчас они во всей Средней Азии, за Кавказией. Ты знаешь, что я создал? Я одну участницу знаю. Окей. Ну, номер, по-моему. Ну, модель, скажем так. Вот, и есть и другие, на самом деле, тоже интересные очень стартапы, которые созданы в Адакистане. Ну, например, базируется у нас B12. Это искусственный интеллект, который создается в Нью-Йоркский стартап. Но искусственный интеллект, допустим, пишется в этот стартап. И не технологические стартапы. Еще что? Что имеет потенциал для масштабирования? Идем на пик. Интересный продукт. А? Идем на пик. Идем на пик. Идем на пик. Ну, я не вижу там пока стартапности. Я вижу, что они растут. Я пока вижу там все признаки бизнеса, по которым все может складываться. Но я не вижу таких стартапов, потому что я не вижу там бизнес-модель. Какой-то необычный, который никто не может повторить. Поэтому там сейчас все подряд им занимаются, эти бизнесы. Есть KITIK, есть еще Fresh Store, есть еще... И там очень много. Они возят много людей. Но это чтобы им стать стартапом, им нужно придумать инновационное бизнес-модель. Которое будет это сейчас. Если они будут туда ездить... Ну, посмотрите, на двенях я знаю... Ваня Sosial Tech-смерщик, который... Школа социальной институции. Ну, а зачем будут стартапы? Они, по-моему, уже используют планы за бесплатно. Ну, может быть, это в бизнесе. В чем стартапность? В чем постарированность эта идея? Потому что все эти вещи ведут и постоянно у них какие-то стартфейцы, которые сегодня не связаны вместе. Ну, очень много бизнес-курсов, бизнес-школ сейчас существует. И чтобы они стали стартапами, они должны нащупать интересную какую-то необычную бизнес-курсу. Проблема всех этих курсов, бизнес-курсов, клиентов, в том, что они очень легко появляются в этот момент. Потому что они берут того же самого спикера, с той же самой темой, приводят в аудиторию. В чем стартап? Я приведу, например, с ООО, допустим, вот место, в котором вы находитесь, оно было... Почему? Да у нас существовало 6-7 коворкингов, и никто не выжил. Не потому, что мы самые умные или самые везучие. Потому что это очень сложный технологический пирог. Для вас, для людей, которые пришли сейчас и сидят здесь, вы просто находитесь в помещение. Вам все равно принадлежит мне это помещение или нет? В управлении оно у меня или нет? В аренде оно у меня или нет? Я его устроил или нет? Вы просто пришли и пользуетесь. Но весь стартап заключается, вся технология заключается вот в этих вопросах. Каким образом это помещение появилось? На каких условиях мы им владеем, распоряжаемся и так далее? И это и есть ответ на вопрос, почему мы выжили, а другие коворкинги нет. Потому что в Кыргызстане, я вам гарантирую, коворкинг, который берет в аренду помещение и пытается его сдавать, рабочие места в время, классическая модель коворкинга, не выжил. Абсолютно в этом уверен. Периодически появляются люди, которые не согласны и пробуют что-то, но я делаю этот бизнес, я вам обсуждаю, это нет наших хлебов. И в бизнесе, у меня есть постарфон, хлеб, масло и игра. У вас должен быть продукт, который стабильно продается, гарантированно, и он обеспечивает вам все ваши акционные расходы. Это называется хлеб. У вас должен быть продукт хлеба. Вы можете заниматься, допустим, в чем проблема бизнес-курса? В том, что они, когда они что-то делают, они зарабатывают. Когда они ничего не делают, они ничего не зарабатывают. То есть, если они прямо сейчас, у них нет тренинга какого-то или нет какого-то курса, у них нет кэш-потока никакого. То есть, у них нет хлеба. Они сразу прыгают на масло и икру. И поэтому у них есть жирные месяцы, а есть месяцы, когда они сидят и лапу сосутят. В калоркингах даже хлеба нет. Если вы просто берете и арендуете пространство, у вас это не получится. У нас получилось, потому что у нас есть, например, калоркинг и бизнес-инкубатор. У нас есть ивенты, у нас есть арт-сузия и у нас есть управление недвижимостью. Благодаря тому, что мы занимаемся управлением недвижимостью, мы получаем эти площади на особых условиях. Которые позволяют нам иметь безрисковую бизнес-модель. У меня нет риска банкротства. Вообще не существует ООО риска банкротства. В этом наше отличие от многих колонников, которые вкладывали много денег и потом банкротились. На каких условиях у нас есть инвижимость? Будет ваша обижимость, мы с вами сядем, я вам все расскажу и сделаю инвестиционное предложение. Обязательно. И вы поймете, как вам это выгодно работать с нами. В этом и заключается стартап. Когда я говорю, когда вы видите интересный продукт, это еще не стартап. Стартап это все, что под капотом. Поэтому нужно всегда думать не только над тем, как создать такой секси, красивый продукт. Потому что у нас обычно стартапы не получаются, потому что все пытаются создать такой инновационный, красивый продукт. Обычно как это делают? Человек едет в Штаты или в Европу, возвращается и говорит, там есть, а у нас нет. Например, там frozen yoga. Давайте делать frozen yoga. И это же классный продукт. Но он же не знает, что там отхода. Я люблю очень пример Икеи. Вы Икею знаете? Да. Почему Икея получилась? Стартап. Идеология. То есть сами начали делать. А почему люди готовы сами делать? Потому что они готовы музыку, а не люди. Это очень интересно. Есть такая версия интересная, что Икея получилась, потому что выросло поколение людей, которые в детстве собирали конструкторы. Да. У них это ассоциируется с игрой. Если бы Икея не ассоциировалась с игрой, она бы не получилась, потому что вообще-то ты плачешь деньги, а потом еще ты работать лучше. Да. А тут прям такой эксайтмент, потому что ты платишь меньше, а потом еще фан. Два в одно. Это очень классно. Но если бы Икея на этом остановилась, у нее появилось бы миллион курьеров очень быстро. Потому что, в принципе, чем занимается Икея, кто знает. Что Икея продает? Все. Неправда. Все простые вещи для дома. Неправда. Не только для дома. Неправда. Что производит Икея? Давайте посмотрим. Что производит Икея? Атмосферу вот этого... Дизайна. 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 Все правильно. Икея только производит дизайна. Мебель производят всякие фабрики по всему миру, которые Икея контролирует. Но она ими не владеет. Икея не вкладывается в это. Она просто придумывает. Там сидят умные люди, чертят мебель, спорят, рисуют, прототипируют и так далее. А потом это все производится кем-то, кто готов работать за низкую маржу. Потому что большая маржа у того, кто проектирует. А у того, кто производит маржа гораздо меньше. И очень много рисков. Да. Поэтому Икея зарабатывает очень много благодаря дизайну. Но если бы Икея остановилась на этом и сказала бы, давайте будем дизайнить мебель, которую люди смогут сами собирать и заказывать это на фабриках, это была бы простая бизнес-модель. Ее мог бы кто угодно повторить. Поэтому, когда Икея разрослась, стала большой и стала понимать, что у нее может быть много конкурентов, она поняла, что нужно усложнять бизнес-модель. Что она сделала? Кто был в магазине Икея? Окей. Что понравилось? Там все есть. И он гигантский. Дом Икея, это прям квартал. Это квартал, через который вы гуляете, кайфуете, все хочется щупать, валяться, трогать и так далее. Почему? И это огромное преимущество Икея. Потому что нет каких-либо магазинов такого размера. А почему Икея может такие магазины делать? Опять же, там все простое, дешевое, напекательное. То есть, одновременно скажем, нам не будет управлять. Так, если бы Икея еще раз остановилась на этой этапе и сказала бы, достаточно то, чтобы мы дизайнерская компания, мы производим классную мебель, которую люди будут собирать, это фан, все классно, давайте продавать. Это была бы одна бизнес-модель, но ее легко повторять. Поэтому они усложняют ее постоянно. Что делает Икея? Сейчас, например, они в Алматы купили огромный участок земли. Но Икея действует так. Если ей нужно для магазинов, допустим, 2 гектара земли, они покупают 20. Где-то рядом с городом. А потом они говорят, здесь будет Икея. После того, как они это говорят, что происходит? Все 18 других гектаров растут в цене, моментально. Икея распродает их или сдает в аренду. И на разнице в цене вот этой покупки и продажи, она уже отбивает всю стоимость земли и она отбивает строительство этого магазина. Поэтому Икея может позволять себе строить гигантские магазины. То есть, они создали бренд, а потом получили зарабатывать на этом бренде полнительно. Вот это интересно. Вот это сложная, интересная бизнес-модель. Смотрели фильм «Основатель»? Про что? Про Макдональдс. Про Макдональдс. Тогда вы знаете, в чем основной бизнес Макдональдс? Какой там основной бизнес? Недвижимость. Недвижимость. По сравнению с тем, сколько Макдональдс зарабатывает на недвижимость. Макдональдс приходит, покупает землю или берет в аренду огромные, крутые очень помещения. Допустим, в Петербурге, когда весь, когда Союз разводился, была умная взорвуха. Макдональдс пришел и у мэрии арендовал кучу классных помещений в крутых местах. Я говорю в Петербурге, потому что я там учился, и мы там в Макдональдс, и нас тут просто решили, и мы туда приходили праздновать самые большие проекты. И Макдональдс находится в очень разных местах. В Питере платят 1 рубль в год аренду. Потому что они пришли в то время, когда ничего не было, было полный разум. Они сказали, мы отремонтируем, мы сделаем это здание классным. И мэрия на 50 лет отдала им по рублю в год это помещение. Теперь не может отобрать назад. Макдональдс – это компания, которая руляет недвижимостью в первую очередь. И на этом она зарабатывает. И поэтому Макдональдс получается. И компании, у которых крутая бизнес-модель, они выстреливают. И поэтому я вас спрашиваю, когда вы видите, вот эта компания стартап. Смотрите что-то под капотом. Нужно закладывать что-то очень технологичное, крутое, умное под капот вашего бизнеса. То, что вы сегодня производите, даже если это супер-классный продукт, завтра кто-то повторит. Это слишком легко. То, почему вы производите этот продукт. Благодаря чему этот продукт конкурентоспособен. Почему именно к вам будут клиенты приходить. Это вот то, что делает вас стартапом. И это масштабирует. Потому что вы не можете, абсолютно, я уверен, в сегодняшнем мире, не можете придумать новый продукт. Живярка раздавит. Это невозможно. Вы не можете придумать новый продукт для мира. Но вы можете придумать, как классный продукт, который в мире продается хорошо, как его производить абсолютно новым способом. Как придумала Dodo Pizza производить пиццу? По-новому. Из Сыктывка. Да. У них самая большая проблема. Как заставить людей переехать из Москвы из Сыктывка. У нас духи Эйфель сейчас вот пошли. Они все по 300 суммах или там минус 1 сумм, 299 суммах. И они продаются только по 299 суммах и все по всему Казахстану. То есть это тоже, я думаю, что один из стартапов они закупили целый завод с Турции. Завода? Серьезно? Завода закупили. В парте? Да, в парте. И они сейчас... Ну, кто мешает завтра другому? Буду купить эти же духи и продавать. Они не будут дешевле и не будут продавать. У них вот такая технология такая продажа. Я понимаю, что мешает другому поехать купить эти духи в Турции и в Турции. Огромные. Да, дороже будут. Почему? Потому что те закупили огромные. Большие, большие платы. Ну, знаете, когда думаешь, что ты самый сильный, ты всегда встречаешь кого-то, кто сильнее. Ты думаешь, что ты купил 4 тонны, больше невозможно, а кто-то купит 8. У нас в Казахстане очень любят идти и сделать то же самое, но дешевле. Завтра появятся духи за 289, я вам говорю, тьё. Будут. Я вообще не понимаю, что только духи за 299. Очень классный кейс в Казахстане это импульсов. И технологический стартап, который зашел на переполненный рынок английских курсов английского языка. Всех порвал. Почему? Атмосфера совсем другая. А почему там? Атмосфера совсем другая. Я не знаю, как это получалось. Это супер круто. Работают студенты. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. обучающихся английскому языку. Одномоментно. Я не знаю. Вот в этом месте. Не в смысле тысячи за всю историю. А тысячи сейчас. У кого есть? Вот. Факт. Нравится курс? Не нравится? Я знаю много людей, которым не понравилось. В том числе, там, мои друзья, которым я уже не кредитовал. Там есть своя специфика. Кому-то подходит, кому-то нет. Но, в целом, санта получился. Потому что он создал особую, очень крутую относительно. Там нельзя говорить о другом языках. Помимо курса, то есть и другие курсы, как у страны, вы приходите, обучаетесь, уходите. Здесь вы приходите, весь день тусите, в том числе с 10 до 11 у вас урок. Потом вы просто сидите, тусите, играете в теннис, болтаете, и все это время вы говорите по-английски. А еще вы смотрите фильмы, общаетесь, заводите друзей, и так далее, и так далее. ImageZone – это другой мир. В стране, где все хотят сводить в другой мир. И вам не разу не попросите. Ну, в ImageZone можно... И в Ашири, они открыли сейчас в Ашири и в Ашири. Там тоже все довольно интересно развивается. Буквально месяц. ImageZone – очень крутой, нетехнологический стартап. Я уверен, он пойдет масштабируется за рубля. Еще есть стартапы, которые делают кардинстанции за рубежом. Тоже очень интересные кейсы есть. Например, Behavance. Очень большая история. Может быть, эта компания... Вот эта компания, которая, я думаю, из всех основанных кардинстанций никогда-либо, фирма, которая может реально найти и убить. И стоить миллиард долларов. Правильно, правда? Занимается отслеживанием поведения банковских сотрудников. Поэтому Behavance. Это искусственный интеллект, который отслеживает поведение сотрудников банка и предсказывает какой из них замешан в мошенничестве. Можно еще раз повторить? Пишется Behavance. Зайдите, посмотрите кучу новостей, они там есть. И так далее. Очень крутой стартап. Делается парня, которого зовут... Как его зовут? Элькин Адылов. Нет, Элькин Адылов это тот, кто это делал. Есть еще один очень крутой стартап. Называется House. Сейчас я перейду. Канье. Канье Раев. Очень интересный парень. В Лондоне живет. Делает кворкинг, который называется House. Так получилось. Но он создал на 1,5 года после нас. Так что ко мне никаких претензий. Он делает стартап. Каким образом? Он выходит в ресторан. Я выпивался в его кворкинге. Очень крутой ресторан. Очень крутые рестораны. Их проблемы в чем? Много посетителей. Не-не-не. Те, у которых очень много посетителей, в чем проблемы. Потому что все посетители вечером. А днем эти крутые рестораны пустые стоят. Поэтому он приходил на этот ресторан и говорил, давайте я буду платить столько-то в месяц за каждого посетителя. Кто будет приходить пользоваться вашим интернетом, иногда пить кофе. И рестораны все равно стоят пустые. И, в принципе, даже деньги эти не интересны. Потому что они, как и этот тот ресторан, где я был, order 100. Там вход вечерний стоит 35 фунтов. Это депозит. 35 фунтов это почти больше 3 тысяч сон. Но этот ресторан стоит пустой днем. Для этих ресторанов тот факт, что там сидят люди, это уже хорошо. Потому что кто-то заходит, смотрит, там есть люди и остается. Им нужен этот трафик. И у него там больше 20 коллокеров, которые платят ему 100 фунтов в месяц, сидят, пользуются интернетом в этом ресторане. Но самое классное, что он придумал, вот если бы он придумал только это, это очень легко повторить. А он придумал такую вещь, он создает мобильное приложение и договариваться с большим количеством ресторанов, гостиниц по всему миру, чтобы ты приехал в какой-то новый город, зашел в приложение, нашел, где этот каворкин в ближайший хаос. И у тебя есть абонемент, который ты купил. Ты один раз ответил за этот абонемент, ты можешь где-то в этом мире приходить и сидеть в новых местах. Я вспомнила девушку, которая в структуре писала, девушка, которая с шоком очень люблю, как ты говорила, шоктик. Что это называлось сейчас? Она находила такие интересные магазины, одежды, улыбки, в которых не было своего приложения, сайта. Есть очень крутой стартап, называется Peakypeak. Делается нашим соотечественником, Едином Адибаевым. Вот это очень крутая штука. Можете зайти туда и написать, хочу купить красное платье, высший колен, без рукавов. И он на тегер вам находит в 500 магазинов в штатах, в 500 онлайн-магазинов он находит подходящие варианты, и вы можете смотреть на одном экране. Нет такой проблем, как обычно, если вы хотите что-то купить, вы должны зайти на разные сайты, и потом переходить по вкладкам и сравнивать. А тут в одном приложении вы можете видеть продукты, которые соответствуют вашим критериям, из разных магазинов одновременно. Очень крутая идея. Вот такие штуки делаются. Поэтому я вас призываю искать очень интересные идеи. Когда вы делаете стартап, есть разные подходы. Я вам очень рекомендую изучить подход, который называется «Береждевый стартап». В большинстве случаев он очень хорошо подходит. В английском называется «Lean Startup». Методика была придумана не так уж и давно, по-моему, в 90-е годы. И есть книга, которая называется «Бизнес с нуля» по-русски, «Береждевый стартап». И написана она «Эриком Рисом». Эрик Рисом. Это библия стартапа. Библия — это стартапы. Весь лоболон строили по этой книге, по ее постулатам. И там все очень просто. Вы создаете бизнес с каким-то минимальным капиталом. И как можно быстрее... То есть любой бизнес что делает? Как вы сказали, решает какую-то проблему клиентов. Правильно? «Lean Startup» заключается в том, что любой бизнес, когда вы создаете, вы выходите эту проблему. И наша проблема в чем? В Кыргызстане, когда наши люди создают бизнес, они очень долго планируют, вкладывают очень большие деньги, делают очень классное, готовое, идеальное решение, которое, вроде бы, должно просто всех порвать и быть превосходным. А потом уже это сделали. Да, и это становится слишком поздно. Есть такая фраза, если вы запустили идеальный продукт, значит, вы запустили его слишком поздно. Когда запускался «Эмульсзон», я очень хорошо помню, это был очень неошлифованный продукт, и мы запускали его в комнатке размером как половина вот этого зала. там, наверное, даже меньше, где-то 20 квадратных метров на Моссовете, и Кернис там сам делал ремонт, красил все это помещение в черный цвет, и у него первичные институты пришли в окна, чтобы купить проектор, ноутбук, сделать рекламу, и вот купить краску, сделать вот этот базовый ремонт. И идея очень быстро пошла. Но изначально была картинка у классного куртого офиса, он пришел к нам и говорит, мне нужно 30 тысяч долларов. Он сказал, тебе нужно 30 тысяч долларов, а у тебя три. И бизнес получился. Потому что если вы начинаете с очень большим бюджетом, то вероятность того, что вы не увидите, что ваша идея не работает, она гораздо больше. Поэтому ныне стартап запускается с минимальным минимальным капиталом. ООО запускался на 10 тысяч тонн, и мы не привлекали кредитов, инвестиций, грантов, для последующих. Уже 2,5 года существует компания, мы не привлекали инвестиций всегда. Мы привлекали другие инвестиции. Допустим, владелец этого помещения инвестировал в этот ремонт. Но это ее собственное помещение. Это не инвестиции у нас. У нас мы не получали инвестиции, и все нормально, и не собираемся. Потому что когда вы привлекаете инвестиции на раннем этапе, вы вынуждены очень дешево отдавать долг. И это тоже беда наших людей, потому что, когда мы придумываем идеи, мы легко очень приходим людям и говорим дайте нам деньги из сколько угодно процентов берите, лишь бы деньги получили. А потом, если бизнес не получается, то все плохо, да, к вам приходит, да и то вы шли за то, что вы потеряли чужие деньги. А если бизнес получается, то вы жалеете о том, что вы там дешево продались. Поэтому, на мой взгляд, очень привлекательность инвестиций на раннем этапе не стоит. Это очень дорого и невыгодно, для всех плохо. Тем более, что в большинстве случаев, вам не нужно никакие инвестиции. Я убеждаю, что практически любой бизнес можно начать с 10 тысяч долларов. Вы не можете построить бензозаправку на 10 тысяч долларов, но вы можете придумать другой бизнес, канистру купить, покупать бензин здесь, нести куда-то, продавать там, где его трудно ставить, и таким образом этот бизнес начать. А когда вы спросите, есть построить бензозаправку. То есть любой бизнес можно стартануть маленький. Главное, это не продукт, который вы производите, главное это потребность, чтобы вы его удовлетворяли. Минимальный жизнеспособный продукт. Когда вы запустили его, что такое стартап? Стартап это только период. Это какой-то период существования вашего бизнеса начальника. Это период, в котором вы ищете правильную бизнесу. Как только вы ее нашли, ваши продажи зашкаливают, клиентов много, вы не успеваете справляться, в этот момент вы приходите к инвесторам и говорите, чуваки, я готов принять деньги, мне нужно столько-то, я готов отдать столько-то, и я доказал, что это работает, потому что я уже столько времени продаю, у меня нет на поле покупать. Вот так должен делаться правильный классический стартап. Ну, в Куринстане так очень редко происходит. А поэтому бережимый стартап. И не надо вкладывать очень много. И вдруг начинайте с малого. Есть вот такая классная штука, книга есть такая, называется «Crossing Decasm». Это пересечение робостей. Когда вы запускаете стартап, очень часто, в самом начале все идет очень хорошо, потому что у вас есть какой-то набор ваших клиентов. Ваши друзья, знакомые и так далее. И вам начинает казаться, что все супер. И на этом этапе вы начинаете привлекать инвестиции. Но на самом деле, через какое-то время ваши знакомые заканчиваются. И наступает мрак. Новые клиенты не появляются. А, кстати, философия Green Startup еще в чем заключается? Например, Green Startup в принципе есть исследование рынка. Просто есть исследование, когда вы нанимаете маркетологов, они ходят, делают допросы. Например, они говорят, «Если бы мы сделали вот такой продукт, и он стоил 300 сок, вы бы покупали или нет?» И люди говорят, «Ну классный продукт, ну за 250 точно купил». И маркетологи говорят, «Все, производите 250, просто себестоимость сделайте такой, и у вас и получите». Но люди не покупают. И примерно таких прийсов очень много. Потому что люди говорят, что хотят купить, но не покупают. А есть люди, которые говорят, «Да я ни за что не куплю, это какая-то фигня». Но потом покупают. Поэтому настоящее исследование, это когда вы начинаете продавать продукты. И реальное мнение вашего продукта может высказать только тот, кто его купил и пользуется. А не тот, кто на халяву получил и пользуется. Как бесплатные и дронные дипломы. Вот кроссинг и кассов – очень важная штука. И именно по этой причине нужно участвовать в эвентах типа Creative Business Cup. Потому что нам очень сильно нужно насыщаться знанием. Вот это все интуитивно можно сделать. Вот здесь начинается уже образование, которого в Кыргызстане нет. Никакого. Ивент, в рамках которого мы сейчас разговариваем, называется Creative Business Cup – это соревнования креативных бизнесов. Я считаю, что все бизнесы креативные, но когда говорится креативный стартап, имеется в виду стартап в одной из 13 отраслей. Вот эти. Эти отрасли не случайны. Их исследовали. И английское посольство, британское администерство культуры и информации выделило конкретно вот эти 13 отраслей как креативную экономику. И они считают, что вот это и есть наиболее та часть экономики, которая имеет наибольший потенциал рост. И Великобритания, в принципе, имеет глядь лидеров всей науки по креативной экономике. Поэтому если у вас стартап в одной из этих отраслей, то или у вас есть супер крутая идея, мы сейчас выяснили, что, в принципе, можно с новой идеей участвовать, да, в этом креативном кубке, который состоится 25 августа, то приходите и участвуйте. Мне кажется, что все эти отрасли, они за сами... Развиты. Не развиты. Наоборот, не развиты. И имеют большой потенциал для появления новых предметов. За что? Вопрос от зрителей может только? Нет ни за что. Говорите. Зрителю можно поспендовать. А, зрителям можно ли участвовать? Да, конечно. Зрителю-то в гостине не давать, да. Вам не нравится, участвуйте за честь? Зарегистрироваться где можно? Где можно зарегистрироваться. Вы можете написать на мой канал, как зарегистрироваться, и я не знаю что. Ну, вообще, зайдите в в фейсбуке, там есть крейсинг в бизнес-клап 25 августа и внутри есть ссылки на регистрацию там все просто конечно у нас в первом состоянии IT и софтвер это большая большая часть но на самом деле очень много например, если вы занимаетесь сложными изделиями и у вас есть стартап идея то велкод если вы занимаетесь фэшн дизайном и у вас есть стартап идея то велкод например, очень классный стартап в этой области это модный дом знаете, как зарабатывает модный дом? как зарабатывает модный дом? они сдают вешалки они сдают вешалки они просто сняли площадь поставили в ней 30-ти вешалок и сдают дизайнеру одежды вешалки 150 долларов в месяц стоит я прикинул, правда, нормально так же и в данном случае ну вот, окей то есть можно находить не обязательно саму одежду сделать можно создавать инфраструктуру для этого мы тоже создаем инфраструктуру для других стартапов это тоже стартап кинематограф, реклам в рекламе тоже очень много возможных идеи для стартапа я нашел, когда в Краснодаре появляется интересное архитектурное бюро их нет любые ремесла все, что связано с телевидением все, что связано с музыкой но стартап не просто, я крутой певец дайте мне денег я продюсерская компания которая технологичная marketplace, Uber среди исполнителей например у вас стоит, заходите на приложение выбираете себе певца серектируете по цене, по рейтингу вот это стартап если вы просто любите КТДК то выйдите стартап вы очень классный период с ним выйдите вопросы? кто будет участвовать в кабинете? я я так понял, что есть возможность туда прийти и влиться в чьи-то команды нет? там уже готовы команды как это будет проходить? я так понял, можете расстать? да всем привет, меня зовут Викторин я работаю в KT Labs мы организуем рейтс бизнес-кап это международное мероприятие бизнес-кап бизнес-проектов в кредитных индустриях для того, чтобы стать участником у вас должна быть команда трех человек которые работают в вашей коллекции у вас должен быть юридический статус зарегистрирован в Кыргызстане и в принципе ваша идея должна в вашей коллекции просто работать в кредитных индустриях если у вас соответствует данным критериям вы заходите у нас на страничке есть ссылочка администрации заполняете анкету и вы можете становиться участниками сейчас у нас уже есть пол участников и они работают с митарами уже работают в процессе поэтому если у вас есть желание подать надо будет в ближайшее время потому что у вас еще осталось а, в Кыргызме в Кыргызме в Кыргызме в Кыргызме в Кыргызме был назначен на 15 августа но если будут учитывающие команды то вы можете подать потому что уже в Кыргызме прошел и команды работают с митарами тогда пока чтобы то есть предсередовательное мероприятие второй предсередовательное мероприятие ещё будет деятель посвящённым бизнесным искусствам для тех которые у нас и будет потом на самом финале что будет будет жюри Которые, да, мы вам понравились, были опыты обеспечивающие, и могут распознать, насколько в этом официально недовольной штабе. После этого команда выступает, и будет ваше время для встречи, как и презентации людей. После презентации будет готовым победителем национальным, который представит нашу ненужную в овальной пункте, он придет в таком-таке и в небе этого года. Мы, вот вы сказали, мы уже не имеем юридический статус. Да. И как долго это должен уже быть на рынке, и не можем просто следить? Если с идеи просто вы не можете прийти, у вас уже должен быть физический статус, вы должны уже начать примерно две статусы, то есть начать оборудование. Вы можете пока не генерировать этот вход, но, по крайней мере, у вас уже вся инструктура, не скажем, что нуждовая. Ну, я так понимаю, сколько патентов есть, вы можете. Да. Котен, да. То есть возьмите патент просто с автора, и вы уже имеете юридический статус. У нас феншебный статус. Мы сейчас уточняем данный вопрос. Если мы на Вейсбуке, как бы на клинике все новости обновления, мы всегда публикуем, поэтому мы можем сделать наши вопросы. Можно в этом думать? Да. Какие-то вопросы у вас, может быть, еще есть касательно инфляций? Так вы не рассказали сам финал. Сам финал? Просто разрешите проект. Ну, это да, это будет просто такой пичин-презентация, да? А мы в компании, ну, проект, да, который участвует, это помогает друг друга. Возможно, будет еще, как бы, так скажем, перерывок, да, при этом на презентации, на какие-то инфляции, ставятся какие-то типы, какие-то инфляции. Есть какие-то параметры там временные? Сколько презентация должна быть? Да, да, сейчас так ограничили. Параметры, предпочтение на основе с этим, как вы. Тайна, там, получается, у вас 13-8, подаваться на презентацию, на сессию вопросов, методжения. Хорошо, спасибо. А технологический, значит, куда нужно презентация? Сайт, это не я. Если у вас есть сайт, то как в этом преимущество. А если у вас нет сайта, то как в этом преимущество. А если у вас нет сайта, то как в этом преимущество. Но в мире очень трудно, что первого сайта не имеется. Makes sense. Какие-то вопросы? Если у вас будут какие-то комментарии, вопросы, то вы можете ответить, где надо приятел. Мы сейчас с вами обсудим. Спасибо большое за вашим вечерином. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.